Здорово. Рада всех приветствовать. Меня зовут Зульфия Логачева. Сегодня у нас вебинар по стилю жизни. Расскажу вам, как я пришла в проект, как я зарабатываю в кризис. В этой комнате я в первый раз, поэтому немножко, простите, буду немножко, мне кажется, я путаться здесь в слайдах. Сюда, по-моему, да? Так, ну, план вебинара нашего. Это познакомлюсь с вами. Расскажу, какая у меня была жизнь до проекта, какая стала после, да? Почему же стоит все-таки выбрать компанию Арифлейм? Объясню вам суть проекта. Расскажу, какие у меня были ошибки. Дам небольшие советы, да? Расскажу о своих планах, о своих мечтах. И в конце бонус для всех, кто до конца досидит, да? Ну, давайте будем начинать тогда. Не слышно? Если не слышно, вам, может быть, наушники стоит одеть или прибавить громкость. Бегунок внизу есть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь записывает вебинар? У меня программа полетела, я не смогу записать. Кто-нибудь ведет запись? Айгур пишет, да? Хорошо. Ну все, давайте будем начинать. Время – деньги. Это моя семья. Это я вот с мужем. Мне 26 лет, я замужем. У меня есть двое деток. У нас с мужем есть двое деток, двое сыновей. Младшему – год и семь, старшему – шесть с половиной. Живу я в городе Сибай. Городок наш небольшой. В республике Башкорстан находится, кто не знает. Не видно ничего? Все видно, да? Кому не видно, нужно будет, скорее всего, обновить либо перезайти. Родилась я в городе Сибай, республика Башкорстан. Училась до девятого класса в школе, как и все, да? Кто-то до одиннадцатого, кто-то до девятого. После поступила в колледж в город Монтагорск, он соседний, по соседству и рядом с нами находится. Поступила на специальность модельер швейных изделий. По-простому это будет швя-мотористка, я так называю. Работала, потому как не хватало денег. Наша семья, она не совсем обеспеченная, даже скажу, не очень. У нас доходы вполне такие очень скромные. У моих родителей работала, училась и работала. Попутно я познакомилась тогда с компанией Эван. Скорее всего, все знаете, да? То есть там привела меня туда подруга, сказала сделать заказ на 4 тысячи, и плюс в подарок будут часы. То есть я это сделала, конечно, по молодости, по глупости, решила, что я сделаю заказ. Там можно было выкупить его после, через неделю после получения оплачиваешь заказ. То есть я по молодости, по глупости, подумала, что я возьму, продам все в общежитии своем, и все, денежку заработаю и заплачу. Не получилось мне не так. Я влезла в долги. Моя стипендия была на тот момент 600 рублей, насколько я помню. Точно не помню, вот 600 рублей. И она у меня полностью уходила на оплату вот этих штрафов. Да, то есть тогда у меня еще не было денег, я еще работала и пропускала учебу, еще и я вам тут. В общем, в итоге все это привело к тому, что я подала на отчисление. Я ушла, не стала учиться, но потом, как если бы, может быть, еще мне нравилась эта профессия, я бы еще, возможно, осталась. Так как я человек такой вот позитивно-активный, мне нужно двигаться, что-то делать, я не смогла. Потому что это нужно сидеть, вот распаривать. Порошил неправильно, опять что-то нужно переделывать и выкраивать. Все-таки это не моя профессия, я подала на отчисление. После я начала работать в этом городе Монтогорске, после встретила молодого человека, родился мой старший сын. После у меня была первая регистрация, это в 2010 году, я помню, у меня подруга провела, ее тоже звали Зульфия, она жила по соседству с нами. В то время я уже перебралась обратно в Сибай, в Сибай жила. У меня была регистрация в структуре офлайн, то есть не наша, тогда онлайн еще не было. Тогда я познакомилась с возможностями компании, у меня тоже, как здесь, у спиной у меня плакат успеха висел. Я изучала, я мечтала, грезила, смотрела на лестницу успеха, смотрела вот на вот эти премии, тысячи долларов, две тысячи долларов. Тогда для меня это были бешеные абсолютно деньги. Но так как наши директора нас вытаскивали, так скажем, на улицу, да, с простойками стояли, мы останавливали людей, анкетирование проводили. Я вот помню этот равнодушный взгляд прохожих, такой вот, знаете, что-то ко мне пристало со своим медитой от меня, такой вот раздражительный. Я перестала работать, потому как с маленьким ребенком, я его ставила, помню, в тенек там под дерево, он пока спал, я работала. Мне не понравилось, это было не мое, я ушла, я не смогла так работать. Моя успешно терминировалась. Далее я пошла на курсы массажиста, работала, тоже поработала только для своих, потому как медообразования у меня нет. Кто вот, может быть, массажем занимается, да, знает то, что массажисты должны уметь вовремя снимать энергетику, да, то есть и тяжело массаж все-таки делать, надо уметь его делать. Но массаж кто в основном уходит? Такие вот грузные люди, да, то есть у кого застоявшиеся здесь такой вот соли, да, то есть и вот с толстокожей, так скажем. Вот. Я не смогла поработать, я не смогла открыть свой медкабинет массажный, потому как нет образования у меня медицинского. Я поработала на своих знакомых, да, то есть немножко заработала, все, больше не стало, потому как тяжело руки болеть начали. А дальше у меня пошла работа в родном городе, да, то есть в кафе работала, работала нянечка в садике, где только я не работала. И последнее место работы это было, я была менеджером в компании ОКОН, в компании занималась также мебель, да, на нашей Сибайске есть компания и пэшники обычные. То есть я там поработала, я там, получается, в это время забеременела, не была оформлена я официально, естественно, никаких декретных не получила. То есть я работала за 7 тысяч в месяц, 7 тысяч в Сибае в нашем это еще более-менее считается. Вот. Забеременела, после родился наш второй сыночек Ромашка, да, он родился в январе 2014 года, и вот буквально, когда ему было 2 месяца, меня пригласили в проект. Да, то есть я сидела ночью, я отдыхала, я играла постоянно в игру инди-код ВКонтакте, потому как хотелось отдохнуть от потовухи, от крика детей, да, вот, то есть немножко расслабиться. И меня пригласила девушка ВКонтакте. Страничка такая, знаете, была фейковая-фейковая, то есть там вообще нет никакой настоящей фотографии, просто какая-то фотография с интернетом, пара фотографий на мотивацию, и пост был о работе. Я поставила плюсик, да, то есть мне ответила девушка, я еще помню, сидела, я боялась, думаю, что же я наделала-то, кому я поставила, зачем я это вообще сделала, думаю, зачем, зачем. В итоге она прислала мне информацию, когда я узнала, что это компания Reflame, страх у меня пропал, то есть, да, я поняла одно, что нужно приглашать, рекрутировать, да, то есть и быть потребителем, да, то есть меня это устраивало, я начала регистрироваться, прошла регистрацию. И вот 31 марта 2014 года мой начался путь, так скажем, да, давайте немножко сейчас себе вытащим. Вот эти фотографии мы с массажного кабинета, на этих кушетках мы делали массаж друг другу, тренировались, получили потом после дипломы. Также я еще работала вот офис-менеджером, да, внизу сижу с ноутбуком, у нас там двери, окна были, мебель. Потом вот во время беременности я вязала, сидела на работе, вязала такие шапочки сыну, потом вот такие шапочки я на продажу тоже вязала. Делать было нечего, было скучно, да, и после вот обычная домохозяйка, да, с двумя детьми, кто бы мог подумать. Так, ну давайте остановимся подробнее, почему все-таки это компания Reflame, почему стоит ее выбрать и за что. Да, компания надежная, компания легальная уже более 48 лет на рынке, да, то есть я не знаю какую другую, какую другую компанию, которая бы столько лет, она бы продержалась на рынке, причем с таким динамичным развивающим ростом, да, то есть, у кого-то спадал, у кого-то что-то, а наша компания Reflame, она растет без кризиса. Узнаваемость бренда, да, то есть, как бы кто-то любил, а Reflame кто-то не любил, но его все знают, ну абсолютно все знают. Спасибо. Так, тяжело их вязать, почти неделю одну шапку вязала. Далее. Международный бизнес, да, то есть мы не ограничены. У нас не только вся Россия в руках, да, у нас еще и другие страны. Насколько я помню, 45 стран, с которыми мы можем сотрудничать, где мы можем развивать свой бизнес. Точно все знают, да, бренда сознаваемый. Высокое качество, приемлемый цене, да, то есть любой покупатель может на свой кошелек найти то, что ему нужно, да, то есть есть продукция подороже какая-то, есть подешевле, то есть на любой кошелек, на любой карман можно найти. Причем цена качественная, она у нас уравновешена, то есть у нас не совсем низкая, низкого, нет, не совсем низкая категория, все, запуталась, извините. У нас не совсем дешевая продукция, я бы сказала, да, но было бы странно, если бы она была такой, потому как наш продукт качественный и он натуральный, из натуральных ингредиентов готовится. Далее. Так, грамотно построенный маркетинг-план, да, то есть у нас есть не только хорошая зарплата, да, у нас еще есть премии, у нас есть лестница успеха, по которой люди взбираются, то есть, да, получают премии дополнительные поощрения от компании, да, то есть компания запользуется не только о том, чтобы мы хорошо получали зарплату, но и чтобы у нас тимул не пропадал в расти, да, то есть им хорошо и нам хорошо. Развитая инфраструктура, то есть нас более двух тысяч СПО находят, по-моему, по всей России только, да, в других городах, в других странах, мне даже не буду говорить, не буду говорить. Да, немножко волнуюсь, извините. Так, ну, компания… Все настолько связано, то есть, да, заказ поступил, тут же все, а начал тавливаться к сборке, да, и все-все это делает, и не вы, это все делает компания сама. Официальный доход. У нас 17 зарплат в год, у нас нет 12, да, у нас премии, и зарплата, самое что интересное, самое что клевое, она без задержек. То есть, допустим, если мы занимаем долг у кого-то, да, и говорим, что вот зарплата будет такого, да, но наши работодатели могут, допустим, сказать, задержку давайте через день, через два, могут опоздать. Компания Reflame никогда такого не сделает, компания Reflame всегда платит точно вовремя, в один день. Дальше тема. Пассивный доход, что самое интересное, там многие люди не задумываются вообще о нем, о том, что в жизни не только нужно зарплату, да, получать и нужно зарабатывать, о том, что пассивный доход, у нас все-таки как-то выходить нужно на пассивный доход, потому как, как только вы перестанете работать, у вас зарплата тоже пропадет, да, то есть, а пассивный доход – это доход, когда вы уже даже на пенсии, но вы уже будете получать стабильный, тот доход, на который вы работали все это время, который вы заработали. Бизнес передается по наследству, да, то есть мамочки, думаю, все, для мамочек, для папочек, это все всех волнует, потому как сейчас обстановка в стране, она неустойчивая, хочется, чтобы наши дети получали хорошее образование, да, то есть у меня, допустим, высшего образования нет, в будущем, надеюсь, буду получать все-таки для себя, для своего развития, вечностного, но хочется, чтобы мои дети, они не сталкивались с такими проблемами, как оплата, допустим, оплата за образование, да, то есть чтобы они учились, у них не было никаких преград к этому, чтобы они уже, когда всем они вечны, да, то есть после уже, там, моей смерти, да, чтобы у них что-то осталось большее, чем просто память обо мне, так скажем, да. Дальше, это специальные программы для покупки автомобиля и жилья, да, то есть с уровня директора у нас есть программа помощи и выплаты автокредита, да, то есть компания предоставляет нам льготные условия автокредитования с компанией, с маркой «Шкода», и также с уровня золотого директора вы можете, компания вам будет дополнительные деньги выплачивать на погашение ипотеки. То есть компания не берет на себя, конечно, обязательств платить за вас куда-то там в банк, да, то есть она просто вам доплачивает, вы этими деньгами расплачете уже со своими, там, долгами, там. Так, с этим понятно, да. Ну, почему я решила все-таки попробовать поработать, да, не только потому что это Альфлейм. Поначалу я зарегистрировалась, потому что я хотела для себя покупать продукцию. Ну, ладно, меня хоть ноги не унесли, я хотела пойти к нашему директору, под которым я была давно зарегистрирована. Хорошо, что у меня вот маленький ребенок был на руках, было некогда. Да, и пришло мне такое предложение в сети интернета, и я согласилась. Конечно, когда регистрируешься, ты толком не понимаешь, да, то есть куда ты попадаешь, а уже после, когда ты начинаешь разбираться, изучать, смотреть вебинары, да, то есть ты уже потихонечку, у тебя вся картиночка, она складывается. Сейчас могу сказать, почему все-таки я решила работать. Во-первых, вот удаленная работа, да, не нужно было никуда бегать, это такая вот, я называю, работа в халате. Сел в шортах, я не знаю, там, в халате, сел, правда, поработал, тебе не нужно ни краситься, ни убегать куда-то, ни прическу делал, да, утром встал, чай попил, детей накормил, дела сделал, да, и сел работать спокойно. Именно для мамочек это очень актуально, да, потому что пока женщина накрасится, пока женщина прическу сделает и оденется, полдня пройдет. Дальше. Не требовать материальных вложений, особых навыков не нужно, да, то есть для тех, особенно у кого нет образования, у кого кто-то, может быть, возможно, студент, да, особенно хорошо, кто-то пенсионер, очень подходит, да, к этому. Не требовать материальных вложений, потому как у нас вложений нет, у нас только смена магазина, да, то есть, если правильно это понимать, это без вложений будет, да, вложений только единоразовые, это 149 рублей за регистрацию, да, за стартовый набор, за франшизу, так скажем, да, за право пользования и строить свой бизнес от компании Арифлэй. Далее идем. Это потрясающая перспектива, да, лестница успеха, она идет до, насколько я помню, миллиона долларов, да, то есть премии дохода, неограниченный доход, да, абсолютно, то есть это только от ваших амбиций зависит, куда вы доберетесь, да, как вы дорастете, какой доход будете, получать. Компания все условия для этого предоставляет. Дальше. Все-таки это, в конце концов, свое для себя. Не нравилось мне работать на кого-то, потому как я приходила на какую-то работу, да, там какие-то условия были такие не очень хорошие, я попыталась улучшить, а мне говорили, сиди спокойно, не надо никуда делать, ничего делать, как есть, так есть, да, все-таки. Я хотела для себя, я хотела работать на себя. Для того, чтобы открыть классический бизнес, даже пускай тот самый магазин с одеждой, нужно что сделать, вложить товар, да, нужно снять аренду, то есть нужно открыть ТП, это все, платить налог 13% с продаж. Таких, конечно, у меня, такого стартового капитала у меня, конечно, нет, как у обычной мамочки в декрете. Вот, передача по наследству я бы говорила, да, хочет оставить больше, чем просто память о себе и своим детям. И все-таки вот облом советского шаблона жизни, как вот мы привыкли, да, мы родились в школе, в садике, в садик походили, в школе отучились, да, там колледж, институт, да, работаем и все. Ну что в этой жизни больше? Я не хочу, чтобы у меня так дети жили, чтобы они копейки считали, и мне хочется, чтобы у них жизнь была немножко другая, чтобы у них горизонты расширились, так скажем, да, мировоззрение было другим. И смертная скука, вот это вот честно многим мамочкам знакомо, да, когда день сурка, одно и то же, одно и то же, дети, дом, дети, дом, готовка, уборка, стирка, ужасно для творческих людей, особенно это вообще ужасно, потому как это загоняет в рамки, не дает не развиваться. Многие мамочки в декрете, они деградировать начинают, что было и со мной, да, когда я сидела, отторобанила весь день спокойно с детьми, да, уложила, я сижу в игру, вот играю, знаете, вот уставшими на нет, но хотелось отдохнуть для себя, да, то есть как вот обычно ложишься спать, особенно когда у тебя маленький ребенок, ты глаза закрываешь, открываешь же утро, да, то есть ты не успел уже ни отдохнуть, ни морально, ничего, даже когда ты просыпаешься, чувствуешь, что у тебя ноги еще болят, руки, да, что ты не отдохнул, вот. Вот. Одно дело усталость физическая, да, с этим можно справиться, это пройдет, а другое дело морально, когда все это копится, копится, копится уже, и хочется что-то нового, да, но этого нет, потому как у нас детки, мы сидим с ними. Вот. Мне было скучно, мне хотелось чего-то нового, хотелось изменения в жизни, но я их получила. Давайте покажу мой рост. Так, пришла я в каталоге пятом, и вот смотрите, вот пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый каталоги, я просидела нуля процентов. Девушка, которая меня зарегистрировала, она буквально через, не буду врать, ну, грубо говоря, месяц, она перестала работать, она по мне никого не регистрировала, то есть я росла без спонсора, я росла одна, помогали мне менеджера, помогали наши директора, то есть, да, как бы информации, вот, баллы, какие я делала, смотрите, да, то есть поначалу я боялась, когда я узнала, что нужно делать 150 баллов, было, конечно, страшно, потому что это огромная сумма тогда была для меня, 150 баллов у меня умещались в рамки моих детских, которые я получала за второго ребенка, и смотреть, какие баллы сделала. Активационный заказ у меня был первым совсем на три балла всего, да, после потом я сделала на 44 до 12, после меня позвали в ГУР, да, то есть в группу скорого роста я ушла в ГУР и начала баллы делать там уже побольше. Но вот эти вот месяца, вот эти пять каталогов я пока обучалась, пока развивалась, да, то есть с детишками все равно не так легко все это просто, пока я вливалась, вот, я была на нуле. Как их сделать? Можно посмотреть обучающий вебинар, но я как делала? Я. Мы жили у свекрови тогда, было тяжело, потому как сменить магазин, было тяжело в том плане, потому что свекровь покупала то, что она считала нужным, да, то есть а пожилому человеку, тем более это не мама ваша, объяснить тяжело, да, то есть что вот такое вот условие проекта, что так давайте так будет выгоднее и вам, и нам, то есть и она покупала то, что хотела, и шампунь, и мыло, и все остальное она покупала в обычном магазине. Она единственная покупала для себя косметику, бижутерию, вот, у меня в этом плане было тяжело. Если же вы просто перестанете покупать в магазине, будете покупать то, что вам нужно для семьи в каталоге, в принципе ничего тяжелого, плюс двое-трое знакомых, да, то есть которые будут вас приобретать. А на самом деле я вам советую просто посылать ссылочку на каталог всем своим друзьям, да, то есть им важно, они будут заказывать, не будут, но, по крайней мере, у них в памяти отложится то, что вы этим занимаетесь и, допустим, нужно им куда-то идти на день рождения, да, у вас они могут заказать, да, то есть чтобы они знали, что вы им можете предоставить такую услугу. Приучайте знакомых своих, у меня уже все знакомые знают, что можно у меня заказать. Так, немножко откладывались от темы. Далее смотрим, да, вот в каталоге 10-14 года я вот вышла, наконец, на 3%, я начала активно рекрутировать, я психанула, что у меня нет роста, что я столько времени сижу на 0%, тогда, когда остальные росли, вот, знаете, у кого-то там 6-9%, да, было уже. Я психанула, я создала странички, я сделала свой жесткий крафик, я начала работать. Вот, и у меня рост пошел. Рост пошел, то есть я на 3 на 9 прыгнула, потом продержалась 2 каталога, получила премию, было прикольно, было вообще приятно, когда ты получаешь не только зарплату, да, объемную скидку, но и премию. Да, кстати, такой же метод, я прихожу к подружке, говорю, смотри, какая у меня, вот, какой я заказ получила, смотри, вот этого, да, она как раз работает рядом с СПО, где я получаю заказ, и она у меня вот основной клиент. Но сейчас я уже заказ долго не собираю, я как бы только сама для себя, для семьи. Вот, когда уже будет объемная скидка, будет, конечно, полегче. Первые 150 баллов тяжело делать. Если вы сделали 150 баллов, вы растете дальше вверх, то у вас будет объемная скидка хорошая, и проблем с заказами не будет, не будет так остро стоять. Дальше. Ну, получается, смотрите, я росла, потом вот в каталоге 13 я расслабилась, потому как я увидела, что я расту, мои люди начинают тоже работать, да, я расслабилась немножко, я упала опять на 6, тут же поняла, что надо что-то делать, опять начала усиленно рекрутировать, опять начала, начала работать с группой тогда уже, да, начала планерки свои вести, так как спонсора нет, мне не на кого было надеяться, я начала вести свои планерки. То есть я потом опять поделась на 9, потом вот на 12, потом на 15, да, самые наши урожайные, вот эти каталоги, вот как раз-таки они сейчас идут, кто не знает, для роста, вот сейчас самое время, берите, работайте и получайте результат. Дальше, смотрите, в каталоге втором вот этого года на 15, потом на 18, 18, потом на 22, наконец-то, да, вот в пятом каталоге я открыла квалификацию директора, да, то есть я ее пока еще не закрыла, потому как у меня спады идут такие периодически, смотрите, да, то есть я потом упала опять на 18, потом 3 каталога продержалась, вот каталог 10 опять на 18, и в каталоге 11, вот на 22 уже с хорошим приростом, да, то есть сейчас уже падать не собираюсь, сейчас урожайные каталоги, надо брать себя в руки уже, лень матушка, все-таки тоже она мешает мне иногда, да, не буду врать, ленимся иногда. И в итоге, смотрите, сколько компания мне выплатила, я вот в общем посчитала, объемная скидка плюс премия, да, 160 684 рубля, далее я вам покажу. 150 баллов за 21 день, нет, да, за один каталог надо делать 150 баллов, для того, чтобы вы получали доход, но вы можете их делать тогда, когда вам нужно, то есть когда вы уже на 6-9%, когда уже вот-вот премия светит, да, то есть и объемная скидка будет достаточно хорошая, тогда уже можно начинать делать их, то есть я как бы изначально, я не вижу смысла, у кого, допустим, проблемы с деньгами, то тем более уж. Так, идем дальше, на каком уровне открывают ОП? Открывают ОП на уровне 15, на 18 и на 20, то есть на Украине, я знаю, что у них там немножко система другая, они открывают пораньше, на 12 и 15 процентов, в России у нас открываются 18 на 22, то есть я вот хотела на 18 открыть, побоялась все-таки, подождала, пока вышла на 22 процента, побежала открывать. Открывала я долго, потому как в нашем городке Сибаи нет, оказывается, центральной налоговой, все делается через УФУ, то есть я подавала документы, пока они в УФУ отправляли, через месяц только мне прислали вот это вот свидетельство по почте, пока я переходила на систему упрощения, там, то есть мы платим 6 процентов доходов, налога от наших доходов, пока я на них переходила, тоже также подается заявление в налоговой. А еще прошло, по-моему, месяц, да, они меня продержали у нас, работают как хотят, то есть, да, халатно. Вообще, по идее, должны были одновременно принимать заявление на регистрацию, на открытие ИП, да, то есть и на переход 6 процентов. Вот, я, в общем, с этим замучилась, но ничего страшного. В других городах я узнаю, что девчонки открывают вообще за 5 дней. У них там быстро пришел, подал заявление, да, документы дал и все. Как бы на другой день, там, через 5 дней, прихожая, забираешь документы, расписываешься и все. Вот, и получается, в итоге я пришла в проект 31 марта, да, открыл 24. Ну, грубо говоря, я посчитала, я и в марте вышла в пятом каталоге, да, то есть я за год вышла на директор. То есть я, конечно, можно было бы быстрее, мне кажется, да, если бы не лениться, если бы, возможно, был бы спонсор, но я даже, даже рада, что его нет, потому что я не настала ни на кого надеяться, я взяла все в свои руки и начала работать. Вконтакте. Я работаю только вконтакте. Я была и в одноклассниках, мне там не понравилось. В инстаграме вот сейчас пробую, изучаю, но самое, это контакт. То есть там вконтакте самый простой интерфейс, где, по-моему, все люди зарегистрированы. Так. Вот справочка с моим доходом. Это я сумму получила после открытия ПЭП, после заключения договора с компанией, да, 87,990, получила на свой расчетный счет. Была бы другая справочка, но у нас банк Сибай закрылся, где мой расчетный счет, да, кто знает, сейчас банки отзывают лицензии. Банк России, у сомнительных банков, которые проводят сомнительные операции, они отзывают лицензии, проверяют их. Мой банк закрылся, я не получила вовремя свою зарплату. Так. Такую сумму я получила единовременно. Я помню, в банк пришла, муж на работе, я побежала одна, у нас там долги, кредиты платить надо, бегом быстрее, все-все. Прибежала с двумя детьми, получила вот эти денежки, а накануне вечером еще муж сидел и говорил, что, а ты знаешь, а это прикинь, что вот мне дадут по тысяче рублей, да, всю эту кипу. Вы знаете, я пришла, я получила по тысяче рублей. Вот такую кипу, перевязанную резинкой. Было, конечно, прикольно. Куда мы потратили эти деньги? Две трети, конечно, мы раздали долги, у нас были большие кредиты, у нас была проблема, была проблема с работой, да, пошла по накатанной, вот пение, проценты, да, то есть копились. Мы вот две трети почти заплатили все за кредиты, да, то есть, ну, по крайней мере, такого, знаете, вот сгруз с души, вот уже тебе никто не названивает, да, ни эти коллекторы, никто, спокойно уже все. Кредиты мы выровняли, теперь мы стабильно платим. Лучше ли быть дома, да, то есть мы все на квартире живем, купили, я купила себе рабочий стул, который крутится, да, вот что-то для дома, то есть там шторки, да, вот такое вот, то, что создает уют для дома. Купили сыну в подарок планшет, он теперь по нему занимается, у нас дома Wi-Fi роутер, да, то есть он и занимается, по всему дому бегает и играется, у него свое что-то уже есть. Дальше, я купила себе телефон для работы, у меня до этого был телефон, он такой был простенький, дешевый, за 3 тысячи, мне он не нравился, он сломался, я привыкла, что я на связи постоянно с командой, что я держу, знаете, руку на пульсе, да, то есть я купила себе телефон хороший, и теперь на нем могу даже рекрутироваться, этого телефона. Но остальное ушло по мелочам, да, то есть, как бы, кажется, сумма большая, но вот так вот все ушло. Также мое небольшое достижение, я прошла конференцию, на конференцию менеджеров, да, вот наша первая конференция менеджеров, она будет в Египте, но по семейным обстоятельствам, потому что у меня есть с кем оставить деток, я не могу полететь, но мы полетим со своей командой, я уже полечу в следующем году в Анталию, да, то есть наши девчонки вот полетят, надеюсь, водки нам привезут, посмотрим. Давайте узнаем суть работы, в чем у нас заключается, да. На самом деле все просто, все просто и гениальное. Организация товарооборота путем личного потребления каждого в команде, да, то есть мы не продаем, организовать товарооборот, конечно, можно по-разному, можно и продавать, да, то есть можно создавать свою сеть для того, чтобы товарооборот был больше, продажами все равно большую сеть не создашь. Второе – это рекрутирование, приглашение людей и обучение, да, то есть обучать себя, обучать свою команду, передавать свой опыт. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них. Личное потребление, да, почему мы говорим, что это не, это бизнес без вложений, потому что мы являемся личными потребителями, да, то есть мы, вы, конечно, можете продавать, если у вас есть желание большое, огромное, если у вас это хорошо получается, почему бы не денежку зарабатывать достаточно тоже, да, у нас по программе «Премьер Куб» за большие заказы компания тоже благодарит, хорошо вознаграждает. Личное потребление вам вот с этого магазина, где вы раньше покупали, просто нужно переместиться в свой интернет-магазин, который вы получили после регистрации, да, то есть смотри, сейчас все больше и больше развивается вот эта вот сама идея интернет-магазина, да, у нас практически, ну, все можно купить, сейчас уже продают и хостовары, да, то есть рекламу видели, да, там и феррии, что-то там, ну, что-то такое, вот порошок, вот такие вещи начали сейчас уже продавать, и одежду, и белье продают, и еду продают уже, да, то есть все через интернет. Вот это так же мы будем креативными, мы так же переходим. Не скажу, конечно, что нужно заброситься в магазин за углом, да, ну, то есть если то, что нет у нас в интернет-магазине, можно пойти и докупить, ничего страшного. Первый условий проекта, мы меняем субмагазин, магазин за углом на свой личный, заказываем у себя самих. Второе – рекрутирование, да, то есть как это происходит. Рекрутирование – это приглашение, отбор кандидатов, так скажем. У всех все по-разному. Это можно, как я вот работаю, создаем странички в соцсети, в любой, да, то есть можно в «Контакте», в «Одноклассниках», в «Твиттере», да, в «Фейсбуке», кому как удобно, где работать. Самый урожайный, почему я говорю «Контакт», потому что он самый популярный, да, то есть я на нем и выросла, я и буду его хвалить, так скажем, да, но не стоит забывать про другие соцсети. Если они вам нравятся больше, рекрутируйте там, просто нужно каждой соцсети привыкать, да, то есть у каждой соцсети свои нюансы работы есть. В «Одноклассниках» больше идет в вирусный маркетинг, да, то есть там приглашаешь, конечно, там больше надо кладкать, ходить по людям, просто ставить «Класс», да, то есть люди видят, что кто-то поставил оценку, они заходят и смотрят, да, у вас там статус о работе и так далее, какая-то информация, они проходят по ссылочке, изучают и к вам регистрируются. Там больше идет вирусный маркетинг. Также вирусный маркетинг можно использовать в «Контакте», да, то есть это вирусная картинка, какую-то интересную картинку, вот смотрите, да, вот справа снизу взяли, поставили как пост, в описании ссылочку на свой сайт, где у вас описание работы, где у вас есть справка о доходах, да, то есть вся суть проекта плюс регистрационная форма. Человек прошел, почитал, узнал, зарегистрировался, да, то есть его данные вам пришли, вы спокойно регистрируете. Такие же вот можно на них эти картинки отмечать людей, да, то есть вы скинули картинку, нажали «Отметить» и отмечают всех подряд, кого я советую много не отмечать за раз, потому что могут заспамить. Да, большие действия на одной страничке вообще могут заспамить. Это не важно в какой соцсети, это везде. Дальше. Посты о работе, моя команда работает так, что мы делаем рабочую страничку, сейчас дальше покажу, мы ставим пост о работе, да, то есть мы прокачиваем ее как? Мы оформляем ее, во-первых, как свою живую, да, то есть мы не ленимся, мы информацию о себе мы ставим конкретно много, то есть сколько возможно вообще, мы, да, все ставим, пишем и интересы свои, да, то есть сколько у вас детей, как вас зовут, девичью фамилию можно написать. Оформляем как разное, чтобы модераторы до вас не докопались. Да, дальше. Заполняем стену информации интересной, чтобы она не была пустой, потому как пустые странички, они выглядят как пейковые, да, то есть как ненастоящие. Ну и, по крайней мере, по пустым страничкам человек, заходя к вам в страничку, он не сможет определить, какой вы человек, чем вы интересуетесь, чем вы живете. Заполнили мы стену, да, поставили пост о работе, с призывом, допустим, поставить плюсик, да, я вам скажу о работе, там, текст, можно ли вы ее придумать абсолютно. Мы начали делать такие вот картинки со своими фотографиями, очень хорошо они, кстати, идут, люди ставят плюсики, да, то есть вы высылаете информацию с ними и уже работаете. Дальше. Заполняем стену, я это сказала. Видеозаписи. Видеозаписи, конечно, можно поставить какую-нибудь презентацию, да, в нашем проекте, но не советую, лучше поставить что-то интересное, допустим, фитнес для мам, да, то есть там, кормил для ребенка, здоровое питание, что-нибудь такое, что было бы людям интересно. Заходя к вам человек, заходя к вам в страничку, он должен захотеть посмотреть и изучить, да, в конце концов, и добавиться. А потом, если, допустим, он сейчас не принял предложение ваше, он все равно будет находиться в наблюдательной позиции, в ленте новостей у него будет постоянно выскакивать ваши посты какие-то, да, кто кого добавил там и так далее, ваши фотографии, и он это будет видеть. А в конце концов он уже зарегистрируется. Все, уже заговариваюсь. Сейчас изучим, сейчас расскажу. Так, второй, третий кит – это обучение, да. Без обучения, конечно, никуда не идем, то есть врачи тоже, да, перед тем, как, хирурги, так скажем, перед тем, как идти на операцию, они должны пройти большое обучение, да, и практику. Так же, как у нас. Также у нас нужно обучать себя, передавать свой опыт своим партнерам, да, то есть для того, чтобы они могли вас дублицировать. Как обучаться? Это обучающий вебинар обязательно. Если вы не можете в онлайн смотреть, заходите в командную группу, посмотрите в видеозаписи, да, то есть записи даже должны быть, а не в Ютубе. Просто зашли в Ютуб, в Биле, допустим, как рекрутировать там-то, как рекрутировать в другой там соцсети, да, и так далее. То есть в Ютубе это вообще кладезь знаний, там, мне кажется, две трети Ютуба – это наши одни обучающие вебинары только. Дальше. Значит, обучающий сайт, он есть у каждого директора, да, у каждого куратора. Спрашивайте, обучайтесь. Не просто так он дан, вот, мои некоторые новички, они тоже, я им даешь сайт, они проходят там первые два-три задания, да, шага, и все. А после уже не изучают. Нет, будьте любопытны, изучайте, все копайтесь, вообще во все вкладки завязайте там, все-все смотрите. Потому что обучающий сайт, вся информация, которая есть на этом сайте, она для вас, она нужна, значит, если она там есть. Дальше, это информационная рассылка, на нее подписываем, конечно, обязательно, в любом случае, для того, чтобы, так скажем, кромоток информации, да, шел по всей структуре, чтобы одним письмом, да, допустим, ваш директор, либо вы сами могли оповестить всю вашу структуру. Так, далее. Это подготовка к работе, это подготовка ваших рабочих инструментов, да, то есть это регистрационные ваши формы, это ваш сайт, это ваши какие-то вирусные картинки, да, что-то такое, вариант переписки обязательно, с которым вы будете работать эти шаги, шаблоны, обычные шаблоны, только вы уже которые переделаете под себя. Дальше, общение с лидерами, со своими спонсорами обязательно, потому что если вы не будете общаться, вы не будете получать, так скажем, заряд энергии, да, не будете получать какую-то полезную информацию, вы будете как-то, знаете, как за бортом, да, общение в чатах. Кого в чатах нет, просите своих спонсоров, пускай добавляют вас в чат. Если вы активные, активные партнеры, хотите работать, да, то есть добавьтесь в чат, потому что в чате обсуждаются не только личные темы какие-то, да, там обсуждаются 80% темы по работе идет, даже если вы не участвуете, вы читаете, вы получаете информацию, да, то есть быть любопытным до всего, это обязательно, да. Если у вас вопрос, зашли в Google, посмотрели, не нашли, спросили спонсора, да, то есть будьте немножко ответственнее, будьте немножко самостоятельнее. Как же будете получать свой доход, да, давайте посмотрим. Когда вы вышли на соответствующий уровень, да, то есть товароборот директора, это примерно 200 тысяч рублей, когда вы и ваши люди, ваши команде совместно сделали товароборот такой, да, то есть каждый заказал вот чуть-чуть для себя, и в общем такой товароборот получился на такую сумму. Вы идете открывать ИП, да, то есть, как я говорил, ИП открыть несложно, там нужно только ксерокопию всего паспорта, заявление, да, то есть там знать коды некоторые, но это все вам положит спонсор с этим. Подаете заявление, открываете ИП, открываете расчетный счет в банке, любом абсолютно, то есть смотрите там, где ведение счета подешевле, конечно. У нас, допустим, вот ведение счета, где я сейчас нахожусь, сейчас, кольцо Урала называется, вот, я в новый банк перешла, там ведение счета бесплатно, но открытие стоит 1000 рублей, да, то есть в некоторых банках по-другому. Открытие стоит 2000 рублей, допустим, да, ведение там 500 рублей, у всех все по-разному, поэтому породите по своим банкам, спросите, сколько стоит ведение счета для ИП, да, то есть, если пока даже вы не ИП, просто породите, спросите для интереса, чтобы потом, когда время придет, быстренько пошли и сделали, открыли. Открываете вы свой расчетный счет, да, то есть с этими, со всеми документами, вы заключаете договор с компанией, у кого сервисный центр есть в городе, тот идет сам, у кого нет, тот через СПО или по почте посылает в свой филиал, да, и все, и ждете перечисления на свой расчетный счет, да, то есть компания вам присылает потом письмо, акт о том, сколько вы заработали, да, то есть вы идете получать свою денежку. У кого есть там интернет-банкинг подключен, хорошо, потому что это еще лучше, да, так же. А далее, выплаты налогов государства. Сколько же нам нужно будет платить? Обычные ИПшники, так скажем, продажники, да, они платят 13% своего дохода. Вот они вот, продавец, да, допустим, бутика, у него бутик одежды, он продал на 100 тысяч, да, и он будет платить с этих 100 тысяч 13% дохода, на государство. Мы платим по-другому, почему? Потому что у нас не продажи, у нас консультация, мы консультанты, мы рекомендуем, у нас реклама, да, то есть за рекламу компания берет 6%. И пенсионный фонд, вы сами себе обеспечиваете пенсией, да, никто-то другой, вы сами у себя как бы работник один всего лишь, вы платите 22 тысячи, грубо говоря, в год, да, то есть можно единоразово заплатить раз в год, можно по квартально платить, по частям. Кому как. И еще хочу сказать, если, допустим, ваша сумма, так скажем, налога, да, меньше, чем вот 22 тысячи эти, да, вы налог не платите. Допустим, у вас доход маленький, небольшой, да, если у них 6%, ну, выходит, пускай, 10 тысяч, да, то есть вы не платите, да, государство налог. Как только вот идет выше, тогда вы будете платить. Так, ну, об этом маркетинг-план лучше изучать отдельно, смотреть. Дальше идем. Давайте посмотрим, да, например, компания, как она платит, сколько она платит. Компания нам платит 3%, от 3 до 22% с товарооборота вашей структуры. Что такое структура? Это люди, которые зарегистрированы под вами, и ниже, ниже, и глубже, глубже, да. То есть, допустим, вы пригласили человека, он пригласил еще человека, еще, еще, еще. Вот это вся ваша структура, все люди, которые под вашими людьми, и ниже, а это ваша структура. Каждый делает заказ, да, допустим, пускай на 50 баллов, да, грубо говоря, и весь товарооборот, у нас же в балловой системе все считается, и весь товарооборот считается вам идет. Также товарооборот нижних считается вашим людям, да, то есть, вы просто порекомендовали, вы просто рассказали, да, предложили, человек согласился, все, оформляет заказ, он становится лояльным покупателем, так скажем, да, активным партнером, кто как. Давайте закрепим. Компания платит за организацию товарооборота путем личного потребления каждого в команде. Вот это надо заполнить обязательно. Да, то есть, мы не продаем, мы рекомендуем, человек хочет работать и покупать для себя. Не хочет, не хочет. Вот именно что, да, и тем более, когда делаешь 150 баллов, там еще объемная скидка вычитывается, вообще там очень дешево получается, да, плюс скидка 50% один раз в каталог на любой продукт. Я обычно беру сумочки себе, да, или бы wellness. Тоже приятно. Давайте начнем. С чего начать? Для того, чтобы ваш рост был хорошим, вы должны определиться, какую зарплату вы хотите получить. Да, то есть, человек, который идет без цели, он не придет никуда. Смотрим звание, да, то есть, смотрите, кем вы хотите быть через год, грубо говоря. Либо это золотой директор, либо это старший золотой директор, либо сапфировый, да, смотрите по доходу. Какой доход вы хотите видеть у себя? Когда я приходила в Арифлэм, я представляла себе цели, я хотела видеть доход у себя в 50 тысяч рублей. Я хотела видеть такой доход, но, возможно, вы слышали, да, у каждого человека есть такая своя денежная планка. Да, то есть, сколько он раньше получал, и он готов столько же получать. Да, то есть, когда я вот вышла на доход, у меня был доход 7 тысяч, я немножко расслабилась, потому что, ну, я раньше так получала, и сейчас так же получаю. Я достигла своей цели, да, то есть, потом дала себе пинок под зад, и дальше начала работать уже по тому, где ежный пробил. Вот, ну, для того, чтобы вы шли и знали, куда шли, да, то есть, поставьте себе цели, выберите себе звание, которое вы хотите, какой доход вы хотите, да, вот, за первого директора, допустим, да, 30 тысяч долларов в год. Да, то есть, смотрите, где вы хотите, на каком уровне быть. Нашли, на каком уровне вы хотите быть, идем в лестницу успеха на плакат, да, то есть, маркетинг план изучаем, и смотрим, сколько веточек нужно выстроить. Сапфирова, да, у меня тоже стоит цель, даже, может быть, видно не будет, вот у меня вот, сапфирова директора, у меня обозначено, не видно, наверное. Так, по крайней мере, так вы будете знать, сколько вам нужны веточки, сколько вам, сколько вам нужно работать, и сколько вы будете получать, и ради чего вы работаете. Бриллиантовые, кто-то хочет бриллиантовые, видите, у всех амбиции разные. Что же, с чего начать, да, это заведите себе ежедневник, тетрадь, электрический, электронный блокнот, да, то есть, то, где вам удобно будет прописывать свои цели, да, то есть, выкладывать свои мысли, прописывать свой график работы, делать это неоднократно, да, то есть, если вы, допустим, сели, решили, я буду работать в такое время, в то время я буду отдыхать, детьми заниматься, так далее, пропишите себе, прям, советую еще по-другому сделать, возьмите циферблат, обычно нарисуйте себе, да, то есть, и прям по часам определять, какие вы будете моменты работы, какие нет, и тогда вы увидите конкретно, то есть, да, допустим, сегодня я поработала вот с этого времени до этого, потом в течение дня еще поработали, отметили, да, вот так вот недельку поделайте, порисуйте такие вот циферблаты себе в ежедневнике, и потом увидите, сколько во времени уделяете работе, а сколько просто так, вы, знаете, посидели за компьютером, да, и так далее, тогда поймете, почему у вас нет роста, да, почему у вас застой, и так далее, потому что нам кажется, что мы сидим целыми днями за компьютером, да, что мы работаем, на самом деле нет, конкретной работой заниматься, да, то есть, можно вообще за два часа в день все, ежедневник, да, специальный, которым iPlay продает, да, у меня тоже есть. Дальше. Обязательно, что-то у вас должно быть под рукой, где вы можете прописать свои цели, где вы можете изложить свои мысли. Прописать цель, это я вам сказала, да, то есть, можно заказать календарик, он стоит 5 рублей, вот код я указала, там прописаны прям по каталожному, да, то есть, по такому, как маленький домик выглядит, закажите его посмотреть, очень удобно, и там, получается, на нижней стороне прям прописаны периоды каталогов, а когда я только начинала, я вот на этих периодах напротив каждого каталога прям прописала, сколько процентов я хочу быть, и у меня, по идее, таки вышло, почти вышло, там на 3 месяца запоздала у меня. Два часа в день вы приглашаете людей, и, допустим, утром встали, да, поработали, два часа пригласили людей, занимаетесь своими делами дома, все, потом у вас время освободилось, сели, ответили на вопросы, пообщались с командой, все, как бы, остальное там уже на ваше усмотрение, если вы хотите развиваться, потихонечку смотрите вебинары, как работать, как делать картинки, как записывать видео, то есть, это активировать бизнес, конечно, да, то есть, в бизнес надо входить правильно, надо входить с активацией бизнеса, то есть, делать акционный заказ. Почему это нужно? Потому что новичок, когда приходит к нам, да, то есть, важно, чтобы он знал, что у него есть интернет-офис, да, где он может заказывать сам у себя, чтобы он понимал, что этот наш личный кабинет, он не только для заказов, да, то есть, там можно следить за ростом своей структуры, скачивать все отчеты, там есть также раздел обучения, поддержка продаж, то есть, можно знакомиться с продукцией, это вообще, это кладезь знаний. Вот посмотрите, даже зайдите в свой личный кабинет и раздел обучения, там только чего, только не найдете. Дальше идем. Изучите пройти шаги, задания, у кого в школе как, каждый директор делает по-своему, да, то есть, новичок проходит, проходит шаги, получает сертификат, либо на бизнес-школу, да, то есть, у каждого по-разному, у директора. То есть, то, по крайней мере, он должен пройти какое-то обучение, после которого он получит базовые знания по работе, да, он, по крайней мере, будет, что такое баллы, да, что такое премьер-клуб, какие программы есть в компании, да, как получать товар, доход, что такое вообще маркетинг-план и так далее. Дальше, подготовьте рабочие инструменты, я вам сказала, да, то есть, вариант переписки, регистрационную форму, подготовьте рабочее свое место, чтобы оно было чистым, было аккуратным, чтобы не было ничего лишнего, да, чтобы ничего не отвлекало ваше внимание. Выбирайте метод рекрутинга и вперед. Не ждите долго, 80% это работы и 20 размышляем, да, то есть, ну, вот, для новичков тем более, когда вы пришли в проект, вам нужно 80% работать, 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 да, то есть, а 20% это уже потом уже, как бы, не то, чтобы думать, да, но задумываться, стоит ли мне или нет. Начните, делайте, да, потом эффект придет. Дальше, подскажу, расскажу, как я работала. Я работала и днями, и ночами, я работала сутками, у меня был ребенок и на руках, тогда мне повезло, ему было два месяца, да, то есть, я его могла и положить, он лежал спокойно к себе, спал, я могла работать спокойно. Были моменты, когда ребенку резали зубки, он плакал, и я, вы знаете, помню, его на груди, его держу, вот, обаюкиваю, успокаиваю, а сама сижу тут одной рукой, переписываюсь с кандидатом, вот, это было, конечно, в основном это ночью, потому что днем все-таки с детишками заняты, и днем я отсыпалась, так скажем, да, у меня вот самая эффективная работа, это днем, я вот, наверное, по сути, сова. Вы выбираете такую графику, как вам удобно. Потом я попросила, было неудобно, потому что был один компьютер, да, то есть, вопросы у новичков были, ответить не могла, попросила я мужа, он купил роутер, мы подключили Wi-Fi, то есть, да, у нас теперь по всему дому раздавался интернет, я с телефоном могла общаться, да, то есть, лежишь, кормишь ребенка, ты могла также на рабочих страничках работать с телефона, да, приглашать попутно, и к кандидатам там в своей команде помогать, какими-то ответами на вопросы. Отдыхала я на прогулке с детьми, да, то есть, интернета в телефоне нет, на сим-карте не подключен, выходила на прогулку с детьми, я занята с детьми, я делаю какие-то дела, я отдыхаю на улице. Дальше, я, знаете, в такой момент я даже картошку чистила, да, там, посуду, у меня постоянно в голове крутится, как же сделать лучше, как лучше вебинар провести, какой вебинар провести, какую тему задать, да, то есть, как мотивировать своих людей, да, то есть, как им принести информацию лучше, чтобы они лучше усвоили. Вот у меня постоянно в голове это было, и оно и есть, в принципе, постоянно троится, к этому уже привыкаешь, потому как хочешь развиваться, да, то есть, становиться не можешь. Так, прописывала план и цели по 100 раз, да, вот это, я говорю, неоднократно я переписывала, прописывала, хочу так, буду работать так и так, у меня постоянно это было, это менялось, потом уже пока не устаканилось уже. Прописывайте, не ленитесь, садитесь, берите ручку, тетрадку, прописывайте, выносите свои мысли на бумагу. Мечтала, представляла, верила, да, почему-то после того, как я начала работать, я мечтала попасть на банкет директоров и получить этот чек, да, получить этот чек. Я хотела признание, не так деньги, я хотела признание получить, да, то, что пусть даже я, допустим, без образования, но, по крайней мере, я на что-то способна, я могу развивать свой бизнес, и я это сделаю, да, я это сделала, по идее. Дальше. Общалась я с командой и с ключевыми партнерами, да, то есть я смотрела вебинары, я вебинары смотрела с упоением, я их просто, знаете, глотала одним с другим. Я начала работать с ключевыми людьми, я начала с ними общаться, я начала созваниваться по скайпу, я начала прорабатывать их рост, не только свой, да, то есть, но я вставала на их позицию, да, и смотрела, а что же у меня есть. У меня есть две веточки, да, что мне надо и так далее, я подсказывала, как лучше сделать. Да, то есть, помогите своим людям стать директорами и станьте сами. Доставала родные, их мужа рассказывала всем, это у меня вообще было, я с подружкой встречаюсь, у меня все-все, вот все о Барри Флэмме. Все о Барри Флэмме было, я рассказывала, я тренировалась на мужа, я рассказывала ему суть бизнеса, я рассказывала, за что мне платят. Он прям тогда же и спрашивал, за что тебе заплатят, за что, вот как новичок сидишь и думаешь, а правда за что. Вот в голове-то ты знаешь, да, вот, а рассказать ты не можешь правильно все это выложить. Вот, и я, получается, я мучила его, училась, рассказывала, я свекрови рассказывала все, у меня свекровь приходила с работы, я прибегаю к ней, ее накормлю, напою и потом отчет, что я сделала, сколько я зарекрутировала и так далее. Знаете, это был такой своеобразный у меня контролер, да, то есть, как мы люди, мы привыкли, что нас контролируют на работе, да, нам нужно прийти к этому времени, да, к этому времени уйти. Вот, и я как бы отчитывалась перед ней, и было, знаете, легче, потому что я знала, что, ага, а мне отчитаться нечем. Она прям так и спрашивала, что ты сделала сегодня, да, то есть, вот, если у вас есть свекровь, либо муж, да, может, такой же прием проделать, в принципе. Чтобы вам звонили, спрашивали, а что ты сегодня сделала, а сегодня, а завтра, а что будешь послезавтра делать, да, то есть, как бы, на следующий каталог. Если вы сами не можете себе этот вопрос задать, пускай задают посторонние люди. Постоянно писала директору, менеджеру, да, так как спонсора не было, информацию я брала у директора нашего Юлии Кратаевой, у менеджера моего Маши Демидовой, да, то есть, как бы, только у них. Вот, и Ирина Казакова еще помогала мне. Как лучше оформить страничку, найти нужный материал? Оформляйте страничку, ставьте свое лучшую фото, создайте альбом, где будет 5, 6, 7, 8 фотографий, да, то есть, ваших семейных, но нормальных, адекватных. Заполните стену, да, репостами с разных групп, зашли в кулинарию, сделали репост, да, какого-то блюда хорошего, да, допустим, зашли в группу дневник успеха, успех, мотивация, то есть, ВКонтакте, эти групп, миллионы просто, знаете, заходите, делайте репосты, рассказать друзьям, это будет автоматически в вашей власти не появляться. Дальше идем. Какие у меня были ошибки, да, то есть, это была, естественно, несистематичность действий, это самая главная ошибка, это самая главная причина нероста, застоя, отсутствия заказов, вообще вот. Есть ли у вас проблемы в чем-то, и сразу ищите проблему в себе, что вы не сделали. Значит, а лучше вопрос себе задавать, а что мне лучше сделать, что мне сделать так, чтобы моя комбанда начала расти. Пробуйте, делайте, никто не, никто не, ой, все, забыла слово, все делают ошибки, да, то есть, пока вы набиваете свои шишечки, так скажем, да, в процессе работы, вы приобретаете неоценимый опыт. То есть, это нужно делать. Не бойтесь начинать, главное начать. Дальше, отсутствие конкретной цели, да, то есть, я вот почему вот эти пять каталогов просидела на нуле, потому что первые два месяца, так скажем, я сидела без цели, я изучала, да, я пока вот раскачивала, случилось пока что, пока меня заметил мой директор, да, то есть, ну, новичок зарегистрировался, зарегистрировался, получала я рассылку, читала и так далее, да, то есть, ну, как бы я себя не проверяла. Потом потихонечку, пока вот не набралась храбрости, но не начала писать директору, она меня заметила уже, да, и добавила в чат, тогда вот рост пошел. Потом уже я проставила себе конкретные цели, план действий, график, да, то есть, план цели должен быть всегда на столе у вас, план действий. Мало действий, да, это было мало, рекрутировала я мало, я помню, писала своему менеджеру, Маша, да что ж такое, я рекрутирую с двух страниц аж уже 10 дней, где же мой рост, почему нет людей у меня? Это, конечно, две страницы, это, конечно, мало, но иногда бывает и двух страниц достаточно, да, да, смотреть надо, кого вы приглашаете, да, то есть, как вы работаете с людьми, как вы объясняете, как вы возражения отрабатываете. Ну, в основном надо страничек от 10 до 20 групп, говоря по сторонам. Так, несерьезное отношение к работе, да, то есть, я относилась к этому, как, знаете, к какой-то забавной игре, пригласить, рассказать, да, ну, что-то такое вот, я не видела в этом, может быть, тогда еще не осознавала, что это серьезно, что это навсегда, что это стабильно, что это доходно, да, то есть, мне было интересно, мне было не скучно, да, я этим занималась. Потом осознание уже приходит по посту, и мне пришло. Лень матушка, это у всех, да, то есть, ну, там, с ребенком, конечно, все-таки хочется прилечь отдохнуть, да, но, вот видите, отмазку себе сижу придумываю. Пожиратели времени, это телевизор, да, это посидеть, поиграть, это посидеть что-то такое, лишнее, там, газетку какую-то почитать, там, вот, приходит бесплатный, да, с подружкой по телефону протрындеть. Телевизор, посмотрите, это самое главное, пожиратели времени, потому что, пока ты гладишь, допустим, вещи, да, ты можешь смотреть не телевизор, ты можешь смотреть и вебинар обучающий. Получать информацию, да, то есть, я так и делала раньше. Вот, эти были мои такие ошибки, так скажем. Теперь мои цели, что я хочу, я свои цели прописала до 16-го года, конкретно я знаю, будем к этому стремиться. Вот до конца 15-го года я хочу вырасти третью, четвертую группу, да, то есть, минимум до 15-ти процентов. Сейчас у меня есть три веточки, одна у меня на, твердо стоит на 15-ти, она уже вот-вот будет выходить на 22-ти тоже. Вторая у меня вот на 12-ти, скоро на 15-ти выйдет. И третья веточка только начала расти, она пока на 3-х процентах, да, то есть, закрыть звание директора хочу я через три каталога, я, дай бог, закрою, все, уже получу премию, пойдем покупать себе машину новую хотим, сможем. Так, открыть звание старшего директора и золотого. На 16-й год до каталога 7-го, 8-го как раз-таки закрыть оба звания, да, то есть, и старшего, и золотого, и открыть сапфирового. И до конца 16-го года закрыть это звание. Машина, ну как совсем бесплатно дают, зачем вы же за них платите, потому что компания вам доплачивает дополнительные деньги. Такой календарь, в Яндексе, в Бете, календарь каталога Fireflame, и они там не только такие, там много выйдет. Не покупать, в смысле, да, вот у компании брать, в автокредит оформлять. Ну, да, посмотрим, война план покажет, я так всегда говорю, да, то есть, моя цель, это 4 веточки, да, вот моя цель сапфирового директора. По крайней мере, я конкретно знаю, да, куда я иду, что я хочу. Коснемся немножко такого, знаешь, воодушевленного, да, хочу свой дом, мы живем пока в съемной квартире, мы хотим ужасно свой дом, я вообще выросла в своем доме, я потом пока переехала к мужу, жили с родителями, я не могла, потому что это постоянно там, там хлопот здесь закрывается, подъезд нужно мыть, все вот это, знаете, это не мое, я хочу отдельно, индивидуально жить, мы хотим свой дом. Вот примерно такой дом в интернете я нашла, посмотрела, мне хочется дом, чтобы были на первом этаже вот такие большие окна, да, чтобы был просторный. И такой, чтобы был в уединенном месте. Путешествие, да, я хочу не только одна путешествие, я хочу с детьми, с мужем путешествовать, чтобы мы с семьей вместе ездили, да, я хочу детей в Диснейленд свозить, не только детей, я сама себя хочу в Диснейленд свозить. Так, хочу заняться творчеством, пока еще не знаю чем, у меня есть знакомость к танцу, к рисованию, ну, это время пока, что как только у меня детишки пойдут в садик, да, то есть младший пойдет в садик, я начну об этом задумываться. Пока что у меня вот просто, пока что только у меня идет бизнес. Все, уже опять заговариваюсь, извините. Так, в общем, хочу заниматься творчеством для души. И еще пока у меня в планах, как бы, да, боюсь задумываться, но хотелось бы создать дом для женщин, у которых тяжелая обстановка ситуации в жизни, у которых, допустим, негде им жить, да. Есть такие у нас многие мамочки, которые оставляют детей в роддоме, потому что некуда им идти, они хотя, и хоть, не, не хотят бросать своих детей, да, но им приходится это делать, они, ой, сейчас плакать буду, получается, они оставляют своих детишек, пишут отказную и они уходят. Так, извините, ножком. Вот, но это, конечно, в планах будет. Посмотрим, как жизнь покажет. Можно я на пять минут? Так, все. В общем, хочу создать дом для женщин, которые могли бы прийти, найти пристанище, да, и чтобы время помогало развиваться, да, то есть, чтобы они, если, допустим, не в наш бизнес пошли бы, да, но как-то помогало бы встать на ноги первоначально. Вот, потому что я уверена, что человек не должен жить только для себя, да, то есть он должен в обществе что-то нести полезное. Так, ну, моя мотивация, моя поддержка, это мои дети, мой муж. Муж у меня никогда не запрещал, в принципе, заниматься, да, работать в этом, этим. Он просто, он мне как говорил, я верю в тебя, но я не верю в проект, да, вот там чем-то занимаешься, он больно не вникал, как и многие, как и родные, да, то есть наши родные пытаются нас уберечь всегда, пытаются, и как правило, они являются, они ставят нам неосознанно, знаете, палки в колеса, да, то есть туда не ходи, там будет больно, это не делает тебя обманут, да, это лохотрон и так далее. Они это делают, конечно, искренне, но нам нужно как-то уметь противостоять, да, нужно уметь правильно донести до них, что этим стоит заняться, этим нужно развивать свой бизнес, да, то есть нужно менять мышцы не только свое, но и своего мужа, своей семьи и так далее. Жена говорит, что обманут, да, ну, как обычно, знаете, для родных мы не авторитет, для родных мы не можем быть бизнесменами, для родных, ну, мы в их глазах не такие, да, то есть какие мы обычно, мы ходим, посуду мы убираемся, кушать, готовим, да, там на работу сходил, там машину починил, да, ну, вот такие вот, ну, простые, да, то есть какой бизнес, вы что? Поэтому, ну, не стоит, вы слушаете, это все изменится, мой муж тоже поменял кардинальное вообще полностью уже отношение к Алифлейму, он уже сейчас подсчитывает, когда там зарплаты, чтобы машину подремонтировать, у нас машина уже вся сломана, вся старая, вот я ему говорю, подожди, сейчас скоро будет уже, потому что мы пока живем на его зарплату, она уходит нас на оплату квартиры, да, то есть садика, там, еды и так далее. Вот. Не слушайте, так скажем, не давайте себя переубеждать, да, то есть жизнь все равно вы есть, но если вы сейчас это просите, допустим, да, и вы будете этим недовольны, это потом выльется в вашу семейную жизнь, вы все равно будете потом, может быть, потыкать, да, то есть ты мне не дал там развиваться, смотри, там, сейчас вот мои там, да, уже выросли, и какими, сколько получают и так далее. Слушайте себя, да, то есть и вы, как можно делать? Говорить да-да-да, да-да, и делать свою молчу. Да, это точно. Кто хочет быть обманутым, он на то и нарвется, так скажу, знаете. Так. Мои советы. Как всегда, я еще раз говорю, пропишите на бумаге ваши желания, ваши цели. Проставьте перед собой четкую цель и двигайтесь к ней, да, то есть когда у вас перед вами четкая цель стоит, вы уже не видите, какие у вас преграды, какие там, какие-то помехи, вы на них даже не смотрите, вы видите перед собой ту цель, куда вы идете, все, остальное не имеет значения. Не придумайте себе отмазки и не нужно отговаривать себя, так скажем, да, допустим, ой, я отдохну, сегодня я порекрутирую, а завтра, нет, я вчера порекрутировал, а сегодня немножко отдохну. Не надо. Систематичное действие, оно и является успехом вашего роста. Не надо себя жалеть ни в коем случае, да. Убирайте пожиратели времени, я об этом еще раз говорю. Расставьте приоритеты, что вам важнее. Вот посмотрите сейчас этот фильм, да, или поработать, чтобы потом вот это в два часа, которые вы поработали, они потом работали на вас. Фильм всегда можно спеть посмотреть, да, то есть подружка, и всегда можно спеть поболтать и так далее. Расскажите свои приоритеты, узнаете, что вам важнее в этой жизни, да, смотрите больше. Будущее, не сейчас. Дальше, это подготовьтесь к работе, не нужно, многие у нас, девочки, тоже без спонсоров, да, у нас в моей команде тоже есть, вот кто вот, раньше мы регистрировали одни методы, да, когда вот в аппендиксе оставались люди, и они без спонсора оказались, да. Кому-то везет, кто-то начинает расти, да, вот упорство, кто-то на этом зацикливается, да, то есть он смотрит на других, он тоже хочет расти, но ему вот этот вот червячок в голове, да, тараканчик не дает ему дальше развиваться, забыть про своего спонсора, что он сам по себе, да, то есть и расти. Пусть даже у вас есть спонсор, пусть, хорошо, вы с ним взаимодействуете, растите с ним ветку, но вы должны понимать, что лидер для вашей команды, для тех людей, которые будут приходить к вам, а не вы лидер для них, вы, они пришли на вас, да, то есть бывает такое, что человек, допустим, вот тому отказал, а вы ему предложили, он вам, он согласился, к вам пошел работать. Почему? Потому что человек все равно смотрит визуально, да, на фотографии какой-то человек, кому-то какой-то тип не нравится, ну, просто, допустим, можно посмотреть, да, у меня не нравится все уже, не хочет не общаться. У всех свои тараканы, у всех все по-разному, поэтому, да, у вас есть куратор, у вас есть директор и так далее, да, то есть пусть у них сейчас доход есть, пусть у вас пока его нет, не страшно, главное, как вы сами себя преподносите, вот это вот главное. Дальше. Выполняйте одни и те же действия каждый день. Если вы это будете делать систематически, у вас рост пойдет, вы сами не заметите, и регистрации пойдут, даже пускай у вас пять страничек, пускай у вас там даже три странички, главное, каждый, каждый день это делать. Да, не слушайте пока никого, дайте себе кредитоверие, вот дайте себе, вот как я работала, я вот думаю, три месяца сейчас активно поработаю, но если не будет у меня роста, все, я уйду нафиг, все, надоело мне уже, да, вот пять каталогов сижу, тут заказы делаю, понимаешь ли, вроде вебинары смотрю, все это вот, если три месяца я поработаю и не будет роста, все, надоело мне, я ухожу, знаете, я вот три месяца поработала, все, я не отглядываясь, работала, рост пошел, то же самое будет у вас. Занимайтесь саморазвитием, да, то есть в интернете ещите то, что вам нужно, абсолютно все, что в голову приходит, можно найти в интернете, абсолютно. Читайте книжки, да, то есть слушайте полезные вебинары, даже когда я готовлю кушать, да, мою посуду, у меня дети посмотрели, покушали, они обычно смотрят у меня маши-медведи, они убегают в зал играться, все, я включаю себе какой-то вебинар, какой-то по личностному развитию, да, то есть вебинары наших спикеров и так далее, и слушаю. Даже пускай это, пускай это будет вебинар про суть проекта и так далее, я послушаю в десятый раз, но, по крайней мере, оно отложится у меня в голове так, как нужно, да, то есть, а потом все языка будут слетать быстро. Так, дальше. Будьте сами себе лидером и авторитетом. Пусть пока вас это никто не видит из окружающих, но вы-то знаете, кто вы есть на самом деле. И не жалейте себя, потому что энергия, сила, она уходит, вы поспали, восстановилась, да, то есть все. Жалеть нужно время, которое будет потрачено зря. Так. Ну, давайте закрепим еще раз, да, что нужно делать для того, чтобы добиться успеха. Приглашать, пользоваться продукцией, обучать всему, что вы знаете, другим, другим, передавать свой опыт. Сдавать лет, да, можно однозначно слушать, включить даже по телефону и слушать. Так. Еще раз хочу вам тоже сказать, что мы, чем наш проект хорош, мы не занимаемся бухгалтерией, да, он логистикой, мы не занимаемся доставкой, оплатой. Наши партнеры сами заказывают, сами оплачут, им доставляют. Компания все это берет на себя, да, то есть наше дело предложить, рассказать, да, то есть мы потребители личные, да, то есть мы с развитием своего бизнеса. И мы помогаем, однозначно должны понимать, что мы людям помогаем, когда вы работаете, будьте горды. То есть то, что вы работаете в этой компании. Когда я работала, я поначалу, конечно, было страшно, да, я не знала, что где как, но потом, когда начала узнавать, что за компания Эльфлейм, как она работает, да, то, что она не тестирует свой продукт на животных, что она работает экологически, да, то есть на заводах там вода, которая используется для изготовления продукции, она потом очищается, обратно в землю уходит. Насколько компании бережливо относятся к нашей природе, да, то есть вот это вот вызывает уважение, потому что то, что они не тестируют на животных, очень, знаете, вот большой весомый, так скажем, аргумент, потому что посмотрите в интернете, как тестируют, зайдите в Ютубе, посмотрите, это вообще ужас просто. Я могу гордиться тем, что моя компания этим не занимается, моя компания честная, легальная, да, то есть она помогает развиваться людям, она помогает осуществлять мечты людей, она делает жизнь людей лучше намного, да, наше дело только рассказать и предложить все. Так, бонус для всех. У нас есть сайт специальный, мы выдаем его новичкам, у тех, у кого есть активационный заказ и у тех, у кого есть 6 страничек рабочих. Почему такое условие? Потому что он вам, по идее, не нужен будет, если вы не работаете, да, он вам, по идее, не нужен будет, если у вас не будет рабочих страничек. Сайт выдается также тем, кто еще работает на ДБО, на бесплатных досках объявления, да, то есть там странички не нужны, поговорите с своим директором, подайте заявку, вам дадут этот сайт. Он бесплатно выдается. Вот. Делайте, у кого нет страничек, делайте 6 страничек, делайте активационный заказ, обращайтесь к спонсору, к директору, вам сайт выдадут. Что хорошо, на этом сайте, смотрите, есть главная информация о проекте, да, раздел доходы, где человек, кандидат может ознакомиться со скринами доходов, как получать, да, как происходит оплата. Контакты, раздел контакты, как раз это будет ваша страничка, где вы можете от себя что-то написать к людям, да, то есть обратиться к ним. Вопрос-ответ, это самые важные вопросы, да, то есть там основное, нужно ли мне просить работу, да, то есть, а что делать, если я госслужащий и так далее. Отзывы, они всегда нужны везде. Дальше, регистрация, это вот здесь будет ваша регистрационная форма, которую кандидат заполнит, эти данные придут к вам на почту, и уже после вы спокойно регистрируете, вот так, как вам нужно и под кого нужно. На этот сайт очень удобно, берите, пользуйтесь, он выдается бесплатно. Дальше. Ну, хочу сказать спасибо Анне Черны, что она придумала такую схему построения, придумала наш проект, что она позволила многим людям, тысячам людям изменить свою жизнь и дальше позволять, что она не бросила это, что она, вот знаете, как является нашим мамочкой-курочкой, да, которая всех под крылышком держит, контролирует. И мне что нравится, что она не возгордилась, так скажем, да, у многих, может быть, есть такое, заведилась и так далее. Анна Черны, она абсолютно простой человек, она даже по общению в чате, да, то есть я вот слежу, смотрю, абсолютно простая, такая, как есть. Я таких людей люблю. Также хочу сказать спасибо своему директору Юлию Катаеву, она помогает мне, помогала и будет помогать, я так думаю, давала вовремя мотивацию. Ирина Казакова, она всегда меня поддерживала, я всегда к ней обращалась, да, хоть она и высшестоящая, там, как бы ко мне не больно относится вообще, да, но она всегда помогала, никогда не отказывала. Так, и мой менеджер Маша Демидова, сейчас она вот мамочка трех детишек, она нашла в звании золотой директор сейчас, Машечка, тоже тебе спасибо. И спасибо, конечно, тому, той девочке, которая меня зарегистрировала, моему спонсору, к сожалению, у меня нет фотографии, ее, она, странички все ее заблокировались, она их не размораживает. Тоже хочу сказать спасибо, что ты вовремя меня пригласила, да, что дала мне, так скажем, все инструменты для развития себя, своего дела и вообще для улучшения своей жизни. Спасибо, конечно, моей команде, потому что без команды я никто, так скажем, да, потому что только благодаря моей команде, благодаря командной дружной работе мы добиваемся тех результатов, которые ставим перед собой. И даже тех, которые даже не ставим, их тоже добьемся. Так, на этом все. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Вам спасибо, что пришли. Так, что-то вот так подвинуло. Вопросов ни у кого нет, да? Вопросов пока нет. Спасибо. У вас тоже все получится. Главное в себе верить. Главное верить и делать. Верить можно всю жизнь, надо делать. Первый заработок может, Анастасия, прийти и с первым вашим заказом, да, то есть по программе «Добро пожаловать», если вы делаете заказ на 100 баллов в течение 21 дня, вы получаете уже небольшую объемную скидку от компании, да, то есть и привилегии. Чем, ну, вы должны помнить, что развивая свою команду, да, то есть повышая свой товар-оборот в команде, тем больше будет ваш заработок. Все, ну, тогда будете с вами прощаться, всего вам хорошего, желаю вам плодотворной работы, да, то есть 8% действий, 20% размышлений. 100 баллов – это 4000 рублей, грубо говоря. Да, то есть можете их не делать, это от каждого зависит. Для новичка достаточно для получения дохода первые три каталога, допустим, делать по 100 баллов, потом уже нужно будет 150. Ну, все, тогда будем... Спасибо.